У нас есть возможность обсудить из ряда вон выходящее решение Верховной Рады с самим Олегом Царёвым. Здравствуйте, Олег Анатольевич, спасибо, что пришли к нам в студию в этот день. Скучать не будете по этому залу, по этой аудитории? Сегодня парламент, он не является парламентом в полном смысле этого слова. Здесь сегодня депутаты не могут выйти и высказать свою точку зрения. Сегодня в парламенте нет различных точек зрения. Есть только одна точка зрения. Если кто-то говорит другую, его бьют или исключают из депутатов, как меня. Олег Анатольевич, я так понимаю, что сегодня вас просто предали многие из тех, кого раньше вы, наверное, называли друзьями и кто вас другом называл? Да, я депутат четырех созывов и многие из тех, которые были со мной в партии в четыре созыва, тем не менее голосовали и без их голосов сегодня не было бы того решения, которое произошло. Но я не жалею, потому что в этом парламенте невозможно работать. Олег Анатольевич, не парламентским языком, если говоря, кто заказал это решение? Мне так кажется, что я в последнее время стал символом, символом сопротивления. Я очень долго на Майдане говорил о том, что Майдан приведет к разрухе, приведет к гражданской войне, что ни в коем случае нельзя проводить Майдан, надо разойтись, надо провести выборы президента через восемь месяцев и будет тогда нормальное государство. После того, когда Майдан свершился, я говорил о том, что власть преступна, что к власти пришли нацисты. Я называл преступление преступлением, зло злом. И называл это своими словами и говорил так, как я считал нужным. И в какой-то момент времени я стал символом сопротивления, символом того, что вот вышел человек и говорит то, что он считает нужным, и ничего с ним сделать невозможно. Поэтому мне сожгли дом, сожгли депутатскую приемную, лишили личного бизнеса. Бизнеса у вас нет теперь, да? Да, и последнее, что смогли сделать, это лишить меня статуса. Но это еще не все вы озвучили. Дело в том, что сегодня объявился тут же ваш давний визави, да, господин Коломойский, и устами своего верного подданного Филатова озвучил награду за вашу голову, за вашу поимку в полмиллиона долларов. Полмиллиона за мою доставку и миллион за мое устранение. Поэтому будем... Вы как к этому относитесь? Все-таки тут без иронии, да? Это опасные заявления. Они фактически угрожают вашей жизни. Во все времена всегда было опасно бороться против фашизма. И мои товарищи, которые сегодня стоят на блокпостах, стоят в Славянске, стоят в Луганске, в Донецке, сражаются за свободу, за свою землю, они рискуют собой и своей жизнью. И многих моих товарищей сегодня нет в живых. Нет в живых. Очень многие мои товарищи сегодня находятся в тюрьмах. Они потеряли все, что у них есть. Они потеряли жизнь. Поэтому беспокоиться о собственности или о статусе в тот момент времени, когда полыхает страна, просто нет смысла. Как теперь будете бороться? Вы ходите в подполье? Ведь очевидно, что даже легально пересекать границу с Украиной и вам теперь просто опасно. Я последний раз пересекал границу не совсем легально. Потому что, несмотря на то, что я был народным депутатом, была команда задержать и устранить пограничникам при пересечении границы. А вот как она дается? Это какая-то буквочка «З» стоит напротив вашей фамилии в базе данных? Это база данных таможни и пограничников, которые должны просматривать при прохождении, при внесении паспорта. И несмотря на то, что у меня был статус, стояла буковка «З» на задержание. Ну и поэтому ничего в жизни я менять не собираюсь. Ни свои планы, ни свои убеждения я буду дальше бороться с этой властью. Я уверен, что эта власть ненадолго. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. На студии был Олег Царев. Его сегодня Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности. Вице-губернатор Днепропетровской области объявил за поимку Царева награду в полмиллиона долларов.